И снова на нашем пути оказался очередной зверек в тяжелом критическом состоянии. Полумертвое тело валялось в траве и делало свои последние вздохи. Откуда он и что с ним не ясно, но ясно одно, ему нужна помощь. Мы сделали все, что могли и теперь нам очень нужна помощь каждого из вас. Сейчас буду все подробно рассказывать, поэтому послушайте, пожалуйста, очень внимательно и обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Как всегда, это очень важно. В августе, во время утренней прогулки, мой пес обнаружил совсем еще маленького котенка. Смотрю, что-то он там нюхает белое и пушистое. Подхожу ближе, а там сидит. Вот такусенький. Котенок сидел в траве и не двигался. Было видно, что ему совсем плохо. Инфекция медленно убивала маленький организм, и сам он с этой инфекцией не справится. На вид ему меньше месяца. Скорее всего, он недавно только открыл глаза. Ну или еще не открыл из-за поражения инфекции. Я осмотрел местность и не нашел ничего подозрительного, кроме какого-то пакета, который валялся в трех шагах от котенка. Пакет оказался пустым, и связан ли он как-то с этим котенком, я не знаю. Что же делать? Квартиры для передержки животных у нас уже нет, а единственный балкон уже был занят рыжим котенком. Возможно, кто-то скажет, так занеси на балкон к рыжику, в чем проблема? Пообъясняю, почему так делать нельзя, и вы тоже не делаете. У любого уличного животного, особенно в таком состоянии, может быть инфекция, которая легко передается другим животным. Подселяя больного к здоровым, вы можете заразить и здоровых. А болезни ведь разные бывают, в том числе и смертельные. Поэтому его ни в коем случае нельзя ни на балкон к рыжику, ни в квартиру к нашим домашним животным. Вот откуда они берутся на моем пути, и почему как назло именно сейчас, когда его вообще негде поселить? Я растерялся и впервые за все время вообще не знал, что мне делать. Мне ужасно не хватало банальной поддержки. Звоню Кате, так и так, как быть? Оставить как есть и уйти не могу, умрет же малое. И забрать некуда. Поговорили, повздыхали тяжело в трубку и пришли к общему мнению. Поскольку я был с собакой, в первую очередь нужно было завести пса домой и заодно взять с собой переноску. Этим утром прогулка босса по уважительной причине закончилась раньше, чем обычно. У меня дрожали руки, и я ужасно спешил. Во-первых, там, где мы его нашли, гуляем не только мы с боссом, но и другие люди со своими собаками. И вот мало ли что эти собаки могут сделать, обнаружив это полудохлое существо на своей любимой территории. И нет, друзья, это не собаки такие плохие. Так устроена природа, и нравится тебе это или нет. Но если хозяин толковый, он воспитает собаку, что нельзя обижать слабых. А во-вторых, я торопился, ведь там, на влажной сырой земле, мучается животное, жизнь которого может закончиться в любой момент, если ему не помочь. Но в то же время, где-то в глубине души, мне хотелось, чтобы по возвращению этого котенка там уже не было. Унесла кошка или забрал с собой какой-нибудь прекрасный человек. Потому что больше всего меня беспокоило здоровье моих домашних животных. Вернувшись обратно, я увидел, что этот комочек сидит на том же месте. И деться ему некуда, и помогать ему никто не спешит. Эй, котенок, ты живой? Живой. Самое главное, что шевелится. Значит, живой, и это уже хорошо. Я еще раз осмотрел местность. Ведь вдруг где-то еще котята. Упаси боже. План был следующий. Сначала показать его ветеринару, затем вылечить и найти ему достойную семью. Ну, все как обычно. Но тогда я еще не представлял, что нам скажет доктор. А пока мы собираемся, я снова хочу показать вам уведомление, которое мне подкинул Ютуб. Он опять ругает нас за то, что зрители стали реже подписываться на канал. Да блин, что ж такое? Я же и так довольно часто призываю подписываться. Ну что опять не так? Все, давайте прямо сейчас сделаем столько подписок на канал, чтобы они там не поверили своим глазам. А я потом в каком-нибудь выпуске покажу, что же Ютуб напишет мне после этого. Ребят, серьезно, кто еще не подписан, нажмите на кнопку подписаться. Только я прошу вас, не надо создавать миллион аккаунтов и подписываться со всех, чтобы увеличить число подписок. Ребят, уж поверьте, мне плевать на эти цифры. Мне нужны настоящие, живые люди, с которыми мы будем пытаться делать этот гребаный мир чуточку лучше. Так что лучше один раз подписаться и два раза посмотреть, чем два раза подписаться и смотреть один раз. Вернувшись домой, я снял видео, которое сейчас я решил не включать в выпуск. Все дело в том, что тогда говорил не я, а какой-то гнев внутри меня от непонимания, что делать. У меня был только один вариант. Оставить закрытую переноску в комнате, закрыть дверь и не пускать в эту комнату других животных. Ну, мне остается только здесь его оставить пока. Слазим к ветеринару, будем дальше думать, потому что вон. Сидит уже один, красавчик. Что ты мягкоешь, не пущу я тебя к нему. Все, стой пока тут. В полной тишине я услышал его дыхание, и оно мне совершенно не понравилось. У маленького как-то подозрительно внутри все булькало. Время терять нельзя, нужно срочно ехать к врачу. Я написал другу, объяснил ситуацию и попросил помощи. Я был недовольный и злой на всю эту ситуацию, которая опять свалилась на мои плечи. А Макс смеялся с меня и подбадривал, что все будет хорошо. По пути мы заехали за Катей, буквально выкрали ее с работы и прямиком покатили к ветеринару. В клинике стоял запах лекарств. Эти темные коридоры и всякие ветеринарные принадлежности в приоткрытых кабинетах нагоняли жуть даже на нас. На приеме нас опросили и записали все данные. Я рассказал о нашем знакомстве с этим малышом, где я его обнаружил и как все произошло. Доктор сказал взвесить котенка. Весы показали 300 граммов. Затем маленькому измерили температуру, и она, как ни странно, оказалась невысокой. Это уже радует. Затем побрили лапки, чтобы взять кровь на анализ. Казалось бы, ну какая там кровь? Откуда? Но надо постараться вытянуть хоть каплю, чтобы узнать, что там творится в его организме. Если бы вы только слышали, как он кричал. Я взрослый парень, у которого кровь брали уже раз 200, даже путем прокола грудной клетки, которому ее даже переливали. Стою и от этого крика мне самому плохо становится. Результат анализов насторожил доктора, и он нам прямо и честно сказал, «Не факт, что котенок выживет». Мы с Катей переглянулись, ведь два с половиной года назад в этом самом помещении нам сказали, что, возможно, у Мишки опухоль, которая несовместима с жизнью. В траве лежала вообще... Так, мать откровенно говорит, здесь жесткий вручняк панлейкопения, не факт, что она выучила. Врач предполагал, что у котенка так называемый вирус панлейкопении. Только потом Катя сказала мне, что это чумка. Мама, как и не это чумка? Мм? Чумка. Узнав диагноз, стало еще страшнее нести животное к себе домой. Ведь это смертельно опасный вирус. Была ли у него чумка или нет, мы не знаем. Но, в общем, смотрите дальше. Как и в тот раз, мы дали знать, что будем лечить и идти до конца. Доктор вздохнул и ответил, «Будем». Друзья, запомните, пожалуйста, навсегда. Врачи могут ошибаться. Если, не дай бог, однажды вы окажетесь в ситуации, когда доктор будет предлагать вам усыпить животное, ни в коем случае не бегите сразу же это делать. Свозите животное в другие клиники и посоветуйтесь с другими врачами. Мне очень больно узнавать истории, когда по ошибке неопытных врачей усыпляют животных, которых можно было спасти. Не жалейте времени и денег. Идите на крайние меры и боритесь за их жизнь. Ведь жизнь – это самое ценное, что есть у всех нас. Этому 300-граммовому комочку шерсти на шпиндюрили несколько уколов и подробно расписали нам его дальнейшее лечение. Конечно, слышать такое от врачей не очень приятно. Но если шанс есть, хотя бы один на миллион, за него нужно хвататься. Вернувшись домой, мы сразу с порога занесли больного котенка на балкон, где сидел Рыжик. А Рыжика закрыли в комнате. На тот момент Рыжик еще был не до конца здоров, чтобы отпускать его к остальным животным. Наша квартира превратилась в изолятор временного содержания больных животных. Все еще будете оправдываться, что не помогли, потому что негде держать? Ну что ж, пути назад быть не может. Придется лечить и надеяться, что котенок поправится. Обколотый со всех сторон ребенок спит в переноске. На всякий случай, неподалеку мы поставили лоточек и пару мисок с едой и водой. Это был теплый август. Балкон нагревался на солнышке, и котенку там было очень тепло. А еще мы клали грелку, ведь всем детишкам необходимо тепло. После уколов, скорее всего, он почувствовал себя немного лучше, и поэтому уснул в тепле крепким сном. Весь вечер Катя искала в интернете информацию по поводу этого заболевания. Ее очень беспокоила дозировка лекарства, назначенная такому маленькому котенку. И она решила уменьшить ее в два раза. То есть назначено колоть утром и вечером, а мы решили колоть только утром. Ведь он еще совсем маленький, и не стоит вливать столько антибиотиков в совсем еще детский организм. И Катя оказалась права. С той поры началась наша борьба за трехсотграммовую жизнь. Лечение было долгим и очень осторожным. Котенку каждый день нужно было ставить три укола. Два из них в обе задней лапки и один в холку. С уколчиками нам помогала Ксюша, за что ей огромное спасибо. Ксюша приходила каждое утро, делала малому уколы и маленькой клизмой откачивала из носа всю гадость. Мы верили, что малыш начнет поправляться, но улучшений никаких не было. Видимо, инфекция совсем сильно поразила его организм, и борьба с болезнью будет не так легка, как хотелось бы. Поскольку, как я уже говорил, вирус опасен для других животных, мы тщательно соблюдали меры предосторожности, обрабатывали руки, носили съемную обувь и регулярно мыли и проветривали помещение. Спасение чужих не должно вредить своим, это очень важно. Снова настали времена, когда было стрёмно заходить на балкон. После неутешительных слов доктора о возможном неспасении малыша, мы чаще подходили к балкону и тихонько подглядывали через стекло, шевелится ли он там вообще. Мы верили в лучшее, но всегда были готовы к худшему. Потом мы обратили внимание, что котенок уже больше суток не ходит в туалет. Было решено сделать процедуру, которую делают новорожденным котятам, когда нет кошки. Влажным ватным диском массажировать низ животика, имитируя язык кошки. И это помогло. Котенок начал дундить так, что одной ватки и вовсе мало стало. Потекло. Тепленько. Ого. Ого. Много? Аж уже надо другую. Давай, давай. Ой, полилось. Давай, давай. Моча светлая и не имеет подозрительных запахов. А это еще одна хорошая и очень важная новость. Бутылки дали, чтоб запах был тут. Он еще, наверное, вряд ли сходит. Опустошив свой мочевой пузырек, котенок будто даже стал живее. Кушать комок отказывался. Воду пить тоже. Пришлось его кормить с бутылочки. Хоть немного, хоть как-то. Хоть что-то попадет в этот желудочек. А еще нашли те самые легендарные соски, с помощью которых мы три года назад кормили свою новорожденную кошку. Парень отказывался есть и с них. Наверное, просто не смотрел тот легендарный видос. Каждый укол мы переживали вместе с ним. Каждый его крик пронзал наши души, как эти чертовы иголки его тела. Такой маленький, еще толком не увидевший мир своими заплывшими глазами котенок, кричал от боли и вырывался из последних сил. Малыш не мог понять, почему каждое утро приходят люди и нарочно делают ему больно. И как же хочется ему сказать, что эта сегодняшняя боль спасет ему жизнь потом. На третий день мы не поверили своим глазам. Этот маленький жопик стал оживать. Он достойно вытерпел все свои три укола, все необходимые процедуры с носиком и глазками, а затем гордо пошел делать свои дела. Да никуда попало, а прямо в лоток. Затем ребенок как следует прочихался. Это очень хорошо, ведь вся гадость выходит и прочищается нос. И затем побежал покорять вершины. Опа! Ничего себе! Что происходит? Это что, это вот тот котенок, который умирал, тут лежал? Угу. Что происходит? Его будто подменили. Ущипните меня, я не верю своим глазам. Сегодня четвертый день. Мы уже кушаем с аппетитом. Даже вон с каким аппетитом кушаем. Котенок становился красивее с каждым днем. Глаза полностью открылись и совсем не осталось никаких осложнений. Малыш научился самостоятельно кушать и точил больше наших взрослых котов. Аппетит зверский и это прекрасно. Шерсть стала мягче и приобрела здоровый вид. Котенок стал очень активным. Теперь больше времени уделяет на игры и меньше на сон. Чуть позже мы оборудовали ему переноску. Наложили туда подушек, шерстяных тряпок и большую грелку. Воду в которой регулярно обновляли. А сверху весь этот домик накрыли большущей шубой. Чтобы ему там было и темнее и теплее. Ну прям не балкон, а индивидуальная больничная палата со всеми удобствами. И это здорово. Когда этот маленький комочек совсем недавно умирал в траве, А теперь бегает по балкону, играет, радуется жизни. Это дорогого стоит, ребята. Все же стоит хоть раз не пройти мимо. Хоть раз отложить на потом все свои планы, Чтобы поднять с земли полумертвое тело и попытаться спасти эту маленькую жизнь. И потом, когда две эти ожившие маленькие пуговки будут смотреть тебе прямо в глаза, Заглядывать прямо в твою душу, Ты почувствуешь что-то необъяснимое, Что-то сверхсильное внутри себя. И это чувство бесценно, ребята. Сейчас расскажу, что мы должны сделать, чтобы помочь этому котенку найти дом. Поэтому обязательно досмотрите до конца и сделайте все, что я попрошу. Мы подбираем животных, чтобы вылечить и найти хозяина. Разумеется, всех себе забрать мы не можем, Но можем отдать кому-то из вас. Если он вам понравился и вы готовы забрать его в свою семью, Пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылкам в описании к этому видео. Привезем котенка лично к вам домой в любую точку Беларуси. Там же в описании вы найдете все подробности и правила. А если вы не можете забрать его себе, но хотите нам помочь, Пожалуйста, помогите распространить это видео. Отправьте это видео всем своим друзьям и поделитесь им в свои соцсети. Сломайте кнопку поделиться и раскидайте это видео везде, где только можно. И тогда, возможно, эта история попадет к тому самому человеку, Который решит приютить этого малыша. Как только мы отдадим котенка, на этом канале выйдет видео, В котором я все расскажу и покажу. Давайте сделаем все возможное, чтобы подарить этому красавчику билет в счастливую жизнь. Мы ведь можем это сделать.